Эта страшная женщина отобрала у меня сына. Ей 40, ему 20. У парня вся жизнь впереди. И какая у меня должна быть реакция, рассказывала свекровь актрисы Светланы Пермяковой. Здравствуйте, дорогие подписчики канала Реальной Истории. Сегодня наша история именно об этом. Светлана Пермякова известна миллионам зрителей по роли обаятельной и веселой медсестры Любы из «Интернов». Но не все знают, что за ярким образом на экране скрывается непростая история жизни. Еще до ее рождения умер маленький двухлетний брат. Потом последовали еще две смерти двух братьев 25 и 49 лет. Мама Светланы не смогла пережить такое и после кончения старшего сына в 2011 году ушла вслед за ним. В 2015 году скончался и отец, страдающий деменцией. Самой актрисе долгие годы не удавалось обрести счастья в любви. Но она смогла преодолеть все испытания судьбы и сохранить веру в лучшее. Интересное совпадение. В телесериале Светлана играет роль Любови Скрябиной, которая влюбляется в интерноборю Левина, моложе ее на два десятка лет. В жизни у нее произошел похожий роман. Максим Скрябин вдвое ее младше. Но это не помешало им родить ребенка и создать семью. Еще в молодости Светлана влюбилась в женатого Александра, с которым играла в театре. И очень хотелось иметь ребенка от своего любимого. Но Бог поступил по-своему. Он дал ребенка Александру и его жене. А Светлане ничего не оставалось, как просто уйти с его пути. Спустя 25 лет они встретились, уже на передаче «Андрея Малахова. Пусть говорят», где Александр подарил Светлане цветы и сказал, что помнит о ней. Помнит только хорошее. 35 лет она опять задумалась о том, чтобы наконец стать матерью. Но ее выбор мужа оказался неудачным. Евгений Бодров оказался агрессивным человеком со множеством вредных привычек. Лгал Светлане о своей работе, семье и прошлом. И она, не выдержав такого кошмара, развелась с ним через несколько месяцев после свадьбы. Светлана не осталась одна после развода с Евгением. В трудный момент ее поддержал друг, который был почти в два раза моложе ее. Это Максим Скрябин. Он стал не только ее организационным директором и пиар-менеджером, а впоследствии и любимым человеком. Еще до свадьбы они познакомились благодаря Евгению Бодрову, который обещал помочь Максиму с карьерой. Но не с Бодровым, а с Максимом Светлана занималась всеми организационными моментами предстоящей свадьбы. Выбирали кафе и даже костюм для жениха Бодрова выбирали вместе. Хотя в это время он просто сидел дома и даже не интересовался своей будущей женой. Светлана Пермякова призналась, что она мечтала о семье и ребенке, которых у нее не получалось и в этот раз. Она чувствовала себя одинокой и ненужной. И однажды она решила открыться Максиму и сказала «Макс, я хочу иметь ребенка от тебя». Светлане было 40, а Александру 21 год, когда в июле 21 года родилась Варвара. Максим оказался замечательным отцом, который заботится о своей дочке, дав ей свою фамилию. Немного позже, в интервью Светлана призналась, что не надеется выйти замуж за своего молодого возлюбленного из-за большой разницы в возрасте. Она говорит «Я понимаю, что это ненормально, но нам хорошо и уютно жить втроем». Варя – это то, что связывает меня и Максима. Уверена, что он всегда будет любить и поддерживать нашу дочь, даже если мы не будем жить вместе. И когда я держу Варю на руках, я чувствую себя счастливой и благодарной Максиму за это счастье. Может быть, это покажется кому-то странным или недостойным, но это моя жизнь, и я имею право на свое собственное счастье», – говорила Светлана. До 2015 года они жили под одной крышей, а потом разъехались. По словам Максима, причина расставания была в том, что из-за большой разницы в возрасте они имели разные подходы к воспитанию дочери. Они часто спорили на этой почве, и если Светлана была вспыльчивой, но отходчивой, то наоборот. И все же они продолжают сотрудничать и заботятся о дочке. В 2016 году Светлана объявила, что встречается с неким Виктором, а в 2017 году сказала, что у нее новый возлюбленный военный Александр. А потом эти мужчины исчезли из ее жизни, и Светлана снова призналась в любви к Максиму. «Макс, я не хочу выходить за тебя замуж, но венчаться только с тобой», – сказала она в программе «Судьба человека». А Максим поступил в институт на режиссерский факультет, потом получил хорошее предложение по работе в США и мог бы уехать туда, возможно, навсегда. Но он не стал этого делать, так как не хотел терять связь с дочерью и пропускать ее детство. Сейчас у них все хорошо. У нас прекрасные отношения, как и в любой семье. У нас иногда есть непонимание, споры, но мы их преодолеваем. Летом мы всегда вместе, видимся каждый день, звоним друг другу. Варвара знает, что у нее есть мама и папа, которые делают все возможное, чтобы нам было хорошо, рассказывала актриса. Светлане Пермяковой было трудно решиться рассказать матери Максима о своих отношениях с ним, но она и предположить не могла, какова будет реакция. Женщина просто взорвалась от этой новости, а когда узнала о беременности, то и вовсе перестала отвечать на звонки сына. Она не могла примириться с тем, что ее сын живет с женщиной, которая почти такого же возраста, как и она, и злобно высказывалась о Светлане в интервью. Марина, мама Максима, рассказывала, что сын ее хотел стать актером, но не поступил в театральный институт из-за большой конкуренции. Тогда он познакомился с Евгением, бывшим мужем Светланы, а потом и с самой Светланой. По словам Марины, ей как матери было неприятно это видеть. Даже когда у них родилась дочка, она не могла принять Светлану. И то, что стала бабушкой, узнала из интернета. Жизнь актрисы сейчас. После съемок в интернах Пермякова заработала достаточно денег, чтобы купить две квартиры в Москве. Однако потом она их продала и взяла в более дорогую квартиру с видом на Кремль. Но ее успех не продлился долго. Ей перестали предлагать роли в кино, а во время локдауна она потеряла работу в театре. Ей пришлось искать другие способы заработка, и она занялась преподаванием. Но слава богу, сейчас у актрисы достаточно работы, и она не жалуется. А еще четыре года назад Светлана и Максим купили маленький запущенный домик в отдаленной деревне в Калужской области, где у Максима жили друзья. Сначала они хотели просто арендовать какой-нибудь домик на летние месяцы, но стоимость аренды не сильно отличалась от покупки. Сейчас Светлана является обладательницей 80 соток земли. Сперва они купили один участок, а потом и прилегающие к нему, загоревшись идеей построить новый большой дом. Светлана признает, что она бы не обошлась без поддержки Максима. Пока актриса занята съемками в кино и гастролями, он занимается строительством, сам соорудил баню и другие постройки, а также следит за хозяйством. Сейчас на их участке есть огород, сад, пасека, а также живут различные птицы. Светлана Пермякова старается избегать конфликтов. Недавно дочери актрисы исполнилось 11 лет. На сегодня это все, ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал Реальные Истории. Всем пока!